Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр, Академия Счастья и Рассвет, Магия Утро. Наполняемся любовью, счастьем, гармонией во благо для себя и для других. Это у меня такой процесс, как утренняя медитация сейчас. Процесс смотрения на солнышко и гармонизация. То есть оно такое прекрасное, что прям вот хочется смотреть на него и наслаждаться жизнью. Потому что в эти моменты чувствуешь как-то, знаете, какое-то совсем другое состояние. И это состояние, наверное, его можно назвать состоянием гармонии. Состояние медитации – это просто здесь и сейчас. И вот счастье – это как сичастье. Я уже говорил немножко об этом. Когда вот в моменте, то наступает такое какое-то состояние, вот как гармонии, радости, счастья. И в этом состоянии действительно происходит всё самое лучшее. Потому что когда с него выпадаешь, выходишь, то потом прекращается этот процесс и начинаешь чувствовать какую-то тревогу, тоску, боль, какие-то неприятные эмоции. То есть беспокоиться о том, что было или о том, что будет. И тогда уже теряется вот, наверное, самое важное в жизни – вот это состояние гармонии и счастья. И когда в этом состоянии, то действительно очень здорово наполняешься каким-то таким, ну я не знаю, наполняешься любовью и хочется её дарить другим. И вот вчера я говорил тоже о дыхании, то есть как дыхание через макушку и выдох через сердце. И это довольно хорошо помогает. То есть можно представлять, как наполняешься любовью, потом эту любовь даришь другим пространству в целом. Создаём пространство любви, радости и счастья. Это вот моя аффирмация, моя такая любимая фраза. И в этом состоянии, конечно же, творишь добро. То есть добро может проявляться разным. То есть каждый сам выбирает, что ему делать или не делать. Бывает даже добро проявляется и в неделании, когда ты отказываешься делать какие-то вещи неэтичные, не направленные на выживание. Это тоже, по сути, добро. Вот поэтому, ну конечно, лучше присовокупить к этому ещё какое-то действие. То есть это может быть забота о ближних, о природе, о том, чтобы по крайней мере вносить любовь в сердце и улучшать своё состояние. То есть почему мы так говорим, что не изменяй мир, а поменяй своё отношение к нему. Потому что всё зависит от мира, ты видишь таким, каким ты его создаёшь. И в этом создании, проявлении ты видишь действительно какой-то процесс исцеления происходит. То есть почему я об этом говорю? Потому что очень важно наблюдать, что происходит и внутри, и снаружи. То есть как бы эго рождает разделённость. Но когда мы находимся вот в таком состоянии, в целостном состоянии сознания, то эго уходит, и как начинаешь вот как-то чувствовать такой вот неразделённость. То есть и снаружи, и внутри как-то соединяются, и наступает какое-то состояние такого гармонии, счастья, эмоциональное такое спокойствие. То есть нету ни состояния такого навязчивого стремления, ни наоборот, ничего не стопорит. Вот как-то вот, знаете, действуешь как-то по наитию. Вот такое слово есть хорошее, оно мне понравилось. По наитию, то есть, ну как бы сейчас это заменили слово интуиция, но вот раньше широко это использовалось. То есть, и если объяснить его смысл, то это как-то вот, как чувствуешь, да, то есть как вот, если связан с источником, да, то как он ведёт тебя, да, то есть, и вот если не сопротивляться, то всё происходит легко. А если сопротивляешься, начинаешь не принимать, начинаешь куда-то там уходить, ну как бы от этих действий, то начинаются сложности. И вот я это тоже опять же подметил, когда процесс идёт как-то сложно, вязнет, что-то не получается, это как, ну как подсказывает, можно сказать, Вселенная, что вот что-то, какой-то заряд есть, да, и то есть пока ты его не рассмотришь, ты не сможешь туда продвинуться, то есть как вот так вот, да, то есть что такое заряд, да, то есть потому что я много говорю о нем, это вот энергия такая, которая не даёт на что-то посмотреть, как есть, да, то есть это может быть непринятие, то есть, например, с человеком произошёл какой-то случай, да, но он поставил как бы фильтр, заслонку, да, то есть не хочу, чтобы так было, вот, то есть это могут быть негативные эмоции, например, ушёл любимый человек и не хочешь это принимать, или потерял деньги, да, ну это вот потери, да, я, например, привёл, или, например, у человека может быть боль, его там, ну не знаю, подавили, избили, изнасиловали, украли что-то, или причинили, или он, например, попал в аварию, или может быть сам причинил ущерб кому-то, кого-то там, не знаю, там ударил, да, оскорбил, то есть всё это воздействует на человека, и он потом как бы, ну если что-то наступило бы принятие, я что-то рассмотрел это, да, вот это со мной произошло, я понимаю, что это было, то есть наступил процесс такой принятия, да, то есть он говорит, да, окей, я согласен с этим, что это было, сейчас я посмотрю, то есть процесс улаживания в чём заключается, что человек, как бы, ну, вниманием возвращается в этот инцидент, но не драматизирует его, то есть не пытается там как-то его там ухудшить, да, или там постоянно его прокручивать, а он, например, прокрутил его несколько раз, и произошло восприятие как есть, то есть он не искажает, а берёт ответственность за этот инцидент, и состояние улучшается. То есть именно этот процесс мы делаем во время одитинга, то есть когда я провожу сессии процессинга, то есть я позволяю, помогаю человеку вернуться в этот инцидент и проработать его таким именно образом, чтобы наступило принятие. Вот в одном из прошлых видео, да, вот как раз я общался с Артуром, моим приятелем, и мы обсудили о том, как проходит этот процесс одитинга, да, то есть также можно посмотреть это в моих видео, которые будут вот как раз в конце этого ролика. Вот, то есть вы можете посмотреть, там есть и демо-сессия, и даже на примере вот очень важного инцидента для нас, момента рождения показано, как, ну, потом это влияет на нас, да, то есть что человек, например, если там произошло что-то во время рождения, человек потом может у него ухудшаться состояние, например, да, может, то есть любая фраза, сказанная в этот момент, она может, ну, потом негативно повлиять на человека, поэтому моменты, когда человек находится, ну, вот момент рождения или там, например, операции, или человек, например, в каком-то, ну, там, не знаю, без сознания находится, да, то есть важно соблюдать в это время как, ну, тишину, то есть меньше как бы его травмировать, можно физически как-то помочь ему, но не каких-то, не отпускать каких-то негативных суждений, потому что это повлияет на человека. Вот, чем, чем, если человек без сознания, то будьте очень внимательны в этом состоянии с человеком, то есть не говорите никаких негативных фраз и утверждений, и это поможет потом ему, ну, скажем так, гораздо легче справиться с этим инцидентом. Вот, и если вам нужна какая-то помощь, поддержка, консультация по поводу, там, улучшения вашего состояния, то можете написать мне в личные сообщения, мои контакты будут указаны под этим видео, я с радостью отвечу, проведу консультацию и помогу вам. Вот, и давайте будем вместе улучшать наше состояние, находиться здесь и сейчас, медитировать, делать совместные медитации, сессии, вот, и делиться этим добром. То есть самое главное – это ежедневная практика, и это и есть путь духовного роста. Вот, если видео вам понравилось, ставьте «нравится», подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, комментарии, включите колокольчик, как напоминание о новых видео, и, конечно, делитесь этим видео с вашими друзьями. Вот, сейчас на экране там появятся еще несколько видео, как конечные заставки, рекомендую их тоже посмотреть, и в описании будет описание к этому видео, обязательно читайте, и парочка моих книг тоже очень рекомендую, там как раз про духовный рост и то, как вы можете творить целые вселенные. Я вам желаю счастья, друзья, осознанности, гармонии и всего самого наилучшего. Люблю вас, это Шевченко Александр, Академия Счастья, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok